Дом Давида Ашировича сегодня полон гостей. Здесь и друзья, и коллеги, и те, кому он помог в тяжёлых жизненных ситуациях. За профессиональным советом к нему обращаются и по сей день. В 105 лет Давид Аширович Баруля – практикующий юрист. За свою карьеру правозащитник помог тысячам людей. Среди них Ирина Владимировна Протос. В 2015-м она пришла за консультацией по делу о признании завещания недействительным. Женщина вспоминает – поразилась бескорыстием, добротой и отзывчивостью юриста. С того времени Ирина Владимировна с Давидом Ашировичем стали хорошими друзьями. «Обращаясь к юристам, кроме денег, плати и плати, от них мало информации получаешь. А Давид Аширович, он своим вниманием, добротой и теплотой, всегда меня вдохновлял, всегда уходила от него окрылённая, вдохновлённая и просто знала, что мне нужно делать в следующий момент. То есть, всё разложил мне по полочкам, расписал, что нужно делать и как. И по этому делу мы с ним выиграли». За свои 105 лет Давид Аширович Баруля пережил многое. Он родился 25 февраля 1912 в Симферополе. В годы Великой Отечественной был фронтовым разведчиком. В составе 8-й гвардейской армии прошёл боевой путь до Берлина. После демобилизации в 1950-м Давид Аширович прибыл в Севастополь, восстанавливал город и продолжает служить ему. Сегодня он признан самым старейшим практикующим адвокатом в мире. В 2016-м попал сразу в три книги рекордов – России, Европы и Гиннесса. Его юридический стаж – 77 лет. «Давид Аширович Баруля – это легенда города Севастополя. Представьте себе на минуту, человек родился ещё до начала Первой мировой войны и Великой революции, столетие которой мы отмечаем в этом году. Мне кажется, что это само по себе такое активное, творческое долголетие. Это совершенно уникальный случай, который достоин особого внимания, уважения и почтения. Он написал очень интересные книги о себе, о своей семье, о нашей стране, о Севастополе, которые, безусловно, служат прекрасным источником для любого, кто интересуется историей страны, историей города». Давид Аширович Баруля удостоен многих правительственных наград, но не любит об этом говорить. Главное для адвоката – служить обществу и в любой ситуации оставаться человеком. И по сей день правозащитник сохраняет бодрость духа и отменное чувство юмора. Его простота и жизнелюбие располагают к себе всех. «Мы его поздравляем, он шутит, он абсолютно трезво так мыслит, он интересен в общении уже сразу же, то есть он располагает к себе. Это человек, который действительно с уникальной судьбой, человек, который был всегда в активности, достойно уважения. И на самом деле, даже не поклонение, надо брать пример с таких людей и реально стремиться к такому». Давид Аширович никогда не курил, не злоупотреблял спиртным. Каждое утро он начинает с зарядки. Признаётся, секрет долголетия прост – дружить со спортом, любить природу и людей. Человеческий организм восстанавливается и возможности большие долго жить. Установлено, что человек может жить более 150 лет. И поэтому нужно стремиться поддерживать организм всеми возможностями, которые есть в природе. Плавание, лыжи. У Давида Ашировича большая и дружная семья. Двое детей, трое внуков, десять правнуков и пятеро праправнуков. Родные и близкие отмечают отец, дедушка, прадедушка – пример жизненной стойкости, бодрости духа и оптимизма. Елена Корнохова, Дмитрий Еремеев. Информационный канал Севастополя.